Музыка Избил родную мать. Житель Калининграда так издевался над своей старой матерью, что женщина теперь лежит в коме. Неродивого сына задержали, а медики делают неоптимистичный прогноз по здоровью пострадавшей. Теперь он прячет глаза от объектива камеры. Мать этого человека сейчас в крайне тяжелом состоянии и находится в больнице. В понедельник мужчина распивал дома спиртные напитки. Мать, видимо, сделала замечание. Ответить 56-летний сын решил с помощью кулаков. Сначала он избивал старушку в квартире, а потом выволок в подъезд. И уже там продолжил издеваться. Данную гражданку обнаружили соседи. В бессознательном состоянии вызвали скорую помощь, которую доставила БСМП для оказания ей дальнейшей медицинской помощи. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Возбуждено уголовное дело, проводится дальнейшая проверка. Отвечать на вопросы журналистов мужчина отказался. По данным следствия, он много лет нигде не работал, жил и употреблял алкоголь на пенсию 86-летней старушки. Мне стыдно перед всеми. Жаль этих слов мать уже вряд ли услышит. Сейчас она в тяжелом состоянии, находится в реанимации. Старушка не выходит из комы. От сильных ударов произошло обильное кровоизлияние в мозг. Врачи из последних сил пытаются продлить пациентке жизнь. Состояние тяжелое, учитывая возраст больной 86 лет. Без сознания. На данный момент проводится и комплексная терапия. То, что мы сейчас, так сказать, в результате обследования установили, конечно, состояние имеет развиваться в плохом направлении. То есть, существуют угрозы для ее жизни непосредственно, потому что есть повреждение головного мозга. В лучшем случае, женщина все равно останется инвалидом. За это ее сыну грозит срок от двух до пяти лет лишения свободы. Если врачам не удастся спасти жизнь пациентки, сыну грозит другая статья за особо тяжкое преступление. А это от 8 до 15 лет за решеткой. Татьяна Караханова, Денис Череуха. Специально для места происшествия. Забил до смерти двух кальнинградцев. Осудили за зверское убийство. Причиной жестокой расправы стало пристрастие жертвы к наркотикам. Трагедия случилась в прошлом году в поселке Космодемьянского. Двое парней 17 и 19 лет забили до смерти своего приятеля. По их мнению, он вел неправильный образ жизни, употреблял наркотики и был равнодушен в отношении к лицам кавказской национальности. Молодые люди называли себя скинхедами и принадлежали к одной из экстремистских группировок. После совместного распития спиртного они нанесли жертве около полусотни ударов ногами. А потом добивали бездыханное тело осколками кирпичей. 19-летнему убийце суд вынес приговор 9 лет в колонии строгого режима. Возраст второго стал смягчающим обстоятельством – 6,5 лет в воспитательной колонии. Лед на трассе стал причиной аварии. На трассе Калининград-Гурьевск машина вылетела в кювет. Трое молодых людей получили травмы. ГИБДД просит водителей быть осторожнее. В понедельник, 14 февраля, по дороге в Гурьевск водитель не справился с управлением. На скользкой трассе автомобиль вылетел в кювет. В салоне было два пассажира. Сейчас все находятся в больнице. Еще одно ДТП произошло по дороге Калининград-Балтийск. Водитель Мерседеса выехал на встречную полосу и столкнулся с Вольсвагеном. Оба водителя получили травмы. За рулем Вольсвагена была женщина. Сейчас с серьезной травмой головы она находится в реанимации. На трассе Нестера в Калининград пострадал пешеход. Мужчина шел по краю проезжей части. На него наехал автомобиль Рено. Молодой человек доставлен в реанимацию с травмой головы и ушибом внутренних органов. Управление ГИБДД в очередной раз просит водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и учитывать, что дороги области покрыты ледяной коркой. Лишилась 20 тысяч рублей. В квартиру жительницы улицы Ленина проник 30-летний калининградец. Он похитил у нее 20 тысяч рублей. Его задержали и отпустили под подписку о невыезде. Чуть не украли карбюратор. В УВД города Светлой поступило заявление от жителя улицы Ленинградской. По словам мужчины, возле его дома кто-то пытался вытащить карбюратор из автомобиля. Милиция задержала несостоявшегося воришку. Им оказался 32-летний житель Пионерска. Похищенное имущество изъяли, но мужчину завели уголовное дело. А вот в поселке Ладушкино воришкам удалось угнать форт «Экскорт». Сотрудники милиции по горячим следам задержали 18-летнего местного жителя и его ровесника с улицы Маяковского. Автомобиль изъяли, а на угонщиков завели уголовное дело по статье «За владение автомобилем без цели хищения». Сотрудники уголовного розыска в ходе спецоперации задержали 25-летнего мужчину. Сотрудники УВД поджидали его возле дома на Ленинском проспекте. В карманах молодого человека была найдена немалая доза героина. Наркотическое средство изъято, а на Калининградце возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова